Здравствуйте! Вы смотрите очередной выпуск программы «Эксперт». Сегодня мы будем говорить о дизайне городской среды. Я с удовольствием представляю гостей нашей студии сегодня. Это Николай Иванович Щепетков, доктор архитектуры и профессор. Здравствуйте! Рад вас видеть в Астрахани и в нашей студии непосредственно. Это Татьяна Владимировна Золина, первая проректора Астраханского инженерно-строительного института. Это Татьяна Ритусовна Цитман, декан факультета архитектуры АЭСИ. И Татьяна Павловна Толпинская, заведующая кафедрой дизайна, реставрации и реконструкции Астраханского инженерно-строительного института. Добрый день, ваши уважаемые гости! Здравствуйте! Итак, сегодня мы будем говорить о дизайне городской среды в целом, как об одном общем понятии. С одной стороны, дизайн городской среды. Смысл словосочетания понятен. С другой стороны, когда начинаешь думать, что за этим может стоять, захватывает дух. Это ведь огромное поле для профессиональной деятельности. Вот для чьей профессиональной деятельности? Я думаю, что здесь работы для специалистов, которые идут в эту область, непочатый край. И очень хорошо, что в Астрахани готовятся свои специалисты. Есть в мире показатели, когда считают, сколько специалистов приходится, скажем, той или иной специальности на тысячу жителей. Вот мы по таким специальностям, как дизайнер, архитектор, всегда отставали от цивилизованного мира. Может быть, поэтому качество нашей среды, обитания, в том числе и городской среды, сильно уступает тому, что есть в развитых странах. Нужны свои собственные, они болеют душой, наверное, за качество среды. Их надо научить и обеспечить их работой. И тогда город, среда, в которой живут все горожане, преобразится радикально. Вы все так или иначе воспитываете молодых специалистов, вы уже много лет этим занимаетесь. Кто приходит на факультеты строительные, архитектурные? Достаточно ли количества абитуриентов? Есть ли конкурсы вообще на эти отделения? Мы готовим специалистов-архитекторов и специалистов дизайна архитектурной среды. Эти специальности очень популярны. И конкурс на них ежегодно достаточно высокий. Конечно, туда идут дети, которые имеют склонность к творчеству, которые умеют хорошо рисовать. Но даже если кто-то из абитуриентов не закончил художественную школу, В нашем институте для таких абитуриентов, для школьников, начиная с 8, 9, 10, 11 класс, у нас в институте создана и действует очень успешно Малая Академия Архитектуры и Дизайна. И вот эти дети, занимаясь в этой Академии, готовятся к поступлению. И фактически все учащиеся, которые заканчивают эту Академию, поступают в наш институт. Поэтому мы как бы кадры готовим заранее, еще до поступления в институт. Можем ли мы сказать, что применение труда дизайнера, художника к облику города в целом, оно меняет отношение жителей и гостей города к тому, что они видят, меняют души людей? Я думаю, что да, конечно. То есть та среда, в которой мы живем, она оказывает огромнейшее влияние на людей. И поэтому мы и поднимаем этот вопрос, что среда должна быть достойной людей, и им должно быть удобно, комфортно там существовать в этой среде. И поэтому хочется, чтобы мы жили в такой среде, и привлекать побольше специалистов. И мы знаем, как это сделать. У нас вроде бы есть такие решения. Вот мы хотим теперь поднять этот вопрос, и чтобы наши ребята, студенты, тем более у них такой молодой взгляд на среду, в которой им жить. И мы поэтому хотим, чтобы они тоже поучаствовали в этом. И, может быть, наш город станет более красивым, более интересным, более комфортным. Говорили о дефиците специалистов в области архитектуры и городского дизайна. В самом начале я так могу расценивать Ваши слова, Николай Иванович? Думаю, что да. Я не знаю статистику по Астрахани, но по качеству среды, в которой мы живем, каждый может судить. Конечно, здесь большое значение имеет финансовое средство, отпускаемое сюда, но не меньшее значение имеет и способность, и талант за те же самые деньги сделать лучше, красивее, экологичнее, эффектнее, нежели человек, который не имеет профессиональных навыков. Деньги уйдут наверняка те же самые, а качество получится другое. Поэтому от наличия специалистов, от их загруженности, занятости в этой сфере, в конечном итоге результат зависит. Собственно, что такое дизайн городской среды, уже стало понятно. И вот, к сожалению, 450-летие Астрахани, последующие массовые стройки показали, что с дизайном-то у нас как раз проблемы. И попытки сделать что-то вот такое необычное, они не всегда, ну, даже не профессионалу видно, что они не всегда удачные. Вот, площадь Ленина многократно ахайны астраханцами, музыкальный театр, который кому-то очень нравится, кому-то очень не нравится. Ну, здесь, наверное, время расставит все по своим местам, как когда-то было с Эйфелевой башней, тоже ведь никому не нравилось поначалу. Ну, если мы говорим о методах, о техниках, которые применяются для дизайна городской среды, что это может быть? Ландшафт, освещение, скульптура, вот о чем можно было бы поговорить в этой связи? Ну, если вы меня спрашиваете, нельзя выделить что-то одно. Ключ к решению задач тоже отчасти эффективность мероприятий, как раз в комплексности. Нельзя решить освещение, есть ли благоустройство плохое. Какое бы ни было хорошее освещение, плохое благоустройство его дискредитирует. И наоборот, какое бы ни было хорошее благоустройство, малые формы, если плохое освещение, туда не пойдет народ вечером, потому что ничего не видно, неудобно. Может быть, на комплексное решение, начиная со стадии проекта, кончая стадии реализации, денег уходит больше. Больше, но если посчитать отдельно каждую позицию, которая выполнялась бы в разное время, наверняка результат будет хуже, и денег уйдет больше. Комплексность решения, это подтверждает, к примеру, французский опыт, страна, которая в этом смысле идет в авангарде современного дизайна среды. Обязательно освещение является одним из элементов комплексного благоустройства территорий, то есть среды. Любая заслуживающая того форма, дерево, куст, здания так или иначе получает художественное освещение. И эффект вечером тот, что французские, в частности, французские светодизайнеры и просто дизайнеры востребованы во всем мире. Они не страдают отсутствием заказов. И в Китае, в Азии, в Европе к нам приглашают все больше и больше их, почему-то не доверяя отечественным. Тоже, может, неправильно. И с этой точки зрения иметь местную, хорошую учебную базу, школу свою собственную, очень важно. Потому что не варяги какие-то, а свои собственные. Хотя не исключено, что когда-то, иногда, кого-то конкурсы могут приглашать и других специалистов из России, из зарубежья. Обмен опытом – очень полезная вещь. Татьяна Павловна, Вы специалист в области реконструкции и реставрации для нашего старого города, где так много зданий, которым больше ста лет, это бесценная профессия. Ваши ученики, они по большей части остаются в Астрахани или уезжают куда-то. Так как у нас готовят специалистов, не только реставратов, а еще и архитекторов-дизайнеров, поэтому та тема, которую мы сейчас затронули, подготовки студентов, у нас их развитие, творческое развитие связано с постепенным освоением учебной самой программы. И мы стараемся, курсовые работы, которые получают задания наши студенты, чтобы они были связаны как-то с территорией нашего города, нашей области. Поэтому этому становится более близким. И их отношение уже непосредственно к той среде, которая у нас существует, она, конечно, имеет результат, то, что они дают при своих решениях. И когда мы работаем со студентами, то всегда обращаем внимание на то, что нельзя, например, принимать какое-то решение единичное по объему. Нужно обязательно проанализировать окружающую среду и ее связать с этим объектом в зависимости от его функционального назначения. И поэтому студенты наши работают в различных направлениях, учитывая то зонирование, которое существует на территории города. Это может быть зона рекреационного назначения, там свои требования. Жилая зона, там, где, как вы говорили, спальная зона, там свои требования. Внешняя зона какая-то есть, общественный центр. То есть все это имеет свои определенные требования. И подход студента в решении этого вопроса, конечно, требует определенных знаний. И вот мы сейчас встречались в программе нашего форума, который у нас начинается с 21 мая, международный форум. Николай Иванович приехал с лекцией мастер-класс светового дизайна города. Это очень интересная тема. И то, что он нам рассказал, и то, что услышали студенты, оно, конечно, очень значимо. И значимо как раз и для нашего города. Был задан такой вопрос. Имеется ли сейчас новый генеральный план нашего города? Да, имеется. Он откорректирован. То есть осуществляется определенная застройка. А есть ли проекты, генеральный план света дизайна? Нет. У нас даже нет такой концепции по формированию городской среды. Она должна быть. Потому что городская среда, которая создается именно для человека, она должна быть на уровне его восприятия. То, что видит человек. Когда мы идем по улице, мы не всегда поднимаем глаза, мы смотрим высоко на фасад здания. Мы смотрим то, что окружает нас. То есть она полностью тронула настолько много масштабных решений. Да, я просто отразила то, что действительно это только часть того, что отражает и решает вопрос как городского дизайна. Это и реклама, это и цветовое решение фасадов, и естественно, их объемно-планировочное решение. И вот образ солнечного города. Питер, когда составлял свою программу к юбилею 300-летия в 2003 году, они назвали эту программу освещения «Светлый город». Вы тоже можете что-нибудь придумать. «Солнечный город» или еще что-нибудь. И эти ассоциации перенести в дизайн световой вечернего города. То есть они уже создают тему. Нет, у них уже есть. Ну, дают тему такую. Да, да, да. А потом можно обратить внимание, вот тот уголок, который у нас в городе Астрахани благоустроен, он сразу же наполняется горожанами. Вот мы вчера были тоже на набережной и смотрели, Николай Иванович первый раз, уже сколько у нас, 10 лет не было. И эта набережная, она вот восхитивая и очень действительно, она сразу же наполняется. Обратите внимание, там, где благоустроена территория, и созданы те условия, которые комфортны, они удобны, и сразу же появляются люди. Вот в этой связи возникает вопрос, а может быть стоит ряд каких-то проектов поговорить с властями, повесить на, выставить на какой-то сайт, опубликовать и выставить на голосование горожан. Почему бы и нет? Не было таких опытов в истории АЭСИ. А вот вы вместе. Вот институты. Да, конкурсы надо провести, объявить тему. Да, участвовать, занять активными. Конечно, от руководства города очень многое зависит. Есть пост, я уж не знаю, есть он или нет, и насколько он эффективен в Астрахани. Главный художник или главный дизайнер города. Вот эти вопросы художественности среды, это все в его компетенции. Должны быть, ну, как бы сказать, неравнодушные люди среди чиновников тоже. Потому что реноме власти вот зримо отражается, ну, в мощении, да, тоже, но и в освящении тоже. В образах, в образах, в конце концов, человек зрячее существо, и все в основном через глаза оценивает, глазами. Если мы говорим об образах, невольно возникает ассоциация уже с какими-то художественными направлениями и со скульптурой, вот если рассматривать ее как элемент дизайна городской среды, насколько это значимый может быть элемент? Ну, это, конечно же, значимый элемент, без этого невозможно. И как раз наличие в городе каких-то, может быть, абстрактных скульптур, вот существует некая такая нехватка, потому что, ну, скульптуры, посвященные каким-то конкретным людям, у нас в городе достаточно уже присутствуют. А вот такие небольшие камерные скульптурные группы, или абстрактные композиции, которые тоже пользуются большой популярностью у людей. Всегда вот это вот, обратили внимание, во время путешествий, когда в других городах бываешь, как раз скульптурные группы, не возвышающиеся над людьми, а наоборот, которые находятся в уровне человека, и еще абстрактные, где можно полазить куда-то, зайти, внутрь, может быть. Вот такие скульптурные композиции пользуются большой популярностью. Тоже скопление людей наблюдается всегда. И в городе вот у нас не хватает таких скульптурных композиций. И вот студенты, да, у нас вполне могли бы тоже поучаствовать и разрабатывают, в принципе. Ничего не стоит, ни для кого. Включите учебную программу, получите массу любопытных предложений. Лишь бы они не пропали просто так. Вот бумаги полежали, выкинули. Мы можем говорить о том, что дизайн городской среды совершенно… Ну, не то направление, где требуются уж такие прям капитальные материальные вложения. Как вы считаете, где здесь соблюдается баланс? И где главная цель дизайна городской среды? Сделать город красивым или сделать его удобным? Ну, вы не оригинал, я имею в виду астраханцы. В том смысле, что есть люди такие, есть сякие. Действительно, кто-то считает, что вместо строительства храмов или такого благоустройства строить хотя бы дешевое на жилье. Побольше, побольше, побольше. Но, с другой стороны, не хлебом единым жив человек. То есть, духовная пища тоже нужна. Откуда она? Ну, вот храмы, слава богу, стали возвращать, реставрировать, строить новую. В Москве, например, программа целая принята за городские деньги. Строительство двухсот, по-моему, храмов. Ну, в Москве деньги есть. У вас ресурсы, конечно, поменьше. Но, что касается вот этих малых форм, здесь частный бизнес вполне может участвовать. Просто надо подсказать им, как-то заинтересовать в том, чтобы небольшие, но какие-то средства на это отпускались. Начиная, вот, может быть, со студенческих проектов, бизнесменов приглашать на выставки, смотры, конкурсы то, что делает студенчество. Фантазия у них достаточно разнообразная. Или, вот, вы почаще их приглашаете и показываете эти изделия. Вот пройдет форум, конференция. Там есть и теоретические работы, где студенты мечтают, излагая свои мысли словами. Есть и работы, в том числе и получающие или получившие уже различные дипломы на разных конкурсах российских, международных. Я видел рисунок, вот только что привезли, вполне оправданно и заслужен Астрахань. Городов-то много и школ учебных достаточно много. Тем не менее, вы не в числе последних. И Татьяна Павловна мне сказала, что через два года очередной международный смотр-конкурс дипломных проектов в Астрахани. В 2013 году состоится уже принято решение. Это большая честь и ответственность. Потому что вот сообщество, которое эту работу организует, выбирает, достойен ли город и школа местная того, чтобы провести там международный конкурс, смотр этих самых проектов. Конечно, на такие мероприятия телевидение всегда приглашается и приезжает. Но почаще, я думаю, стоит вам интересоваться. И я думаю, это даже интересно будет. И отчасти спровоцирует повышенный интерес и к профессии, и конкурс, возможно, в результате вступительных абитуриентов, так сказать, повысится. То есть, педагоги только одного института или университета с задачей полностью не справятся. Хорошо бы общество заинтересовано относилось к их работе. Николай Иванович затронул очень важный аспект. Татьяна Владимировна, а вот по вашим наблюдениям, вы наверняка отслеживаете судьбу своих лучших студентов, любимых студентов. Где они, оказывается, наиболее востребованы? И кто приходит заказчиком для работы архитекторов? Все больше это городские власти или уже достаточное количество и частных бизнеса? Вот сейчас здесь разговор шел о том, что студентам надо участвовать во всевозможных конкурсах. И что ведь очень важно, когда студенты участвуют в этих конкурсах, они еще больше как бы влюбляются в свою профессию. А если по результатам конкурса, какая-то студенческая разработка, этот конкурс выиграет и будет что-то возведено, знаете, какое чувство гордости переполняет? Интерес к профессии. И городские власти-то, или даже частные предприниматели, привлекая студенчество, они получают, так скажем, свежую струю. Мысль-то молодая, как говорится, фантазия бьет ключом. Поэтому здесь вот проведение таких конкурсов, оно выгодно всем. Оно выгодно и студентам, они становятся лучшими специалистами. И оно выгодно городу, потому что оно получает новые свежие идеи, которые город украшают. И очень отрадно, что все наши выпускники, все трудоустраиваются. Причем, как правило, уже где-то начиная с третьего, четвертого курса студенты уже работают. И многие из них в той фирме, где они, так скажем, подрабатывают, будучи студентами, закончив институт и получив диплом, остаются работать. Поэтому наши выпускники-архитекторы, ну, скоро у нас будет выпуск дизайнеров, я уверена, они будут трудоустроены все. Причем работают они и в таких государственных структурах, и на частных предприятиях. Так что спросом пользуются огромным. Причем не только у нас в городе. Мы говорим о том, что студенты ваши востребованы, что спрос на ваши услуги есть. Но если говорить о масштабах вот этого спроса, почему-то самые крупные объекты в Астрахани за последние годы делали приглашенные специалисты. Как вы считаете, конкурс здесь? На основе конкурсов. На основе конкурсов? На основе конкурсов. И почему пока астраханцы эти конкурсы не могут выиграть? Ну, есть какие-то свои ряд объективных причин. Подковерная борьба. Ну, это как не для этого. Это у нас не так же. Ну, конечно. И не только. Это деньги. Вот, говорят организаторы, вот тендер, вот выиграл тот и тот. А потом доделывать или переделывать проекты, когда доходит до реализации, приходится наше. А кто лучше понимает и чувствует эту территорию, как не те специалисты, которые здесь живут? Конечно. Конечно, они ее лучше понимают. Потому что сколько уже было специалистов, которые были, выиграли по тендеру, но они ее не понимают и не чувствуют. И отношение совершенно другое. Ну, это так временно, я думаю, явление нехорошее, явление нашей практики. Но оно есть, существует, к сожалению. Ну, нет доверия почему-то, действительно, к своим специалистам. А специалисты очень... А почему-то считается, что у нас нет хороших специалистов. Вот раз привлекли имя какое-то международное, значит, будет успех. А это совершенно точно. Потом, они не знают наших условий. Потом проекты, вот рабочее проектирование, исключительно в наших фирмах. И исполнители, ну, жалуются просто. В том числе у нас тоже, мы недавно, была встреча с главным архитектором города, Москвы, у нас в Мархи. Этот вопрос студент задал ему, что я вот работал его в фирме, и мы переделываем проект так вот. Он говорит, ну что, вот имя. Инвестор, ему нужно имя. Не важно даже качество проекта особенно. Ну, вот имя. Выполнил творческую часть проекта, это зарубежный архитектор. Получил деньги, а все остальное разбирайтесь сами. Вот разбирайтесь сами. Это, увы, не исключительный далеко случай. Не только астраханская болезнь. Да, это общая наша проблема. Мы можем сейчас, пользуясь возможностями телевизионного эфира, сделать небольшое обращение к городским властям. Есть такое желание? Оно прозвучало, по-моему, в наших воспоминаниях, конечно, чтобы они поддерживали, поддерживали в частности эту специальность. Конечно, у них много и других обязанностей и забот. Но это кадры, свои собственные кадры. От них и зависит отчасти будущее города, качество среды и так далее. Поэтому чем раньше, тем лучше обратят внимание и будут поддерживать. Заинтересованные отношения. Ну, кстати, вот городские власти уже не один раз проводили конкурс архитектурных работ. И вот наши и студенты, и наши выпускники занимают на этих конкурсах всегда очень достойные места. Практически. С первых мест. Первый, второй, третий. Это или выпускники, или студенты. Так что... Хочется просто еще тоже добавить то, что необходимо все-таки заниматься дизайном городской среды. То есть он не может сам по себе существовать. Его нужно делать, его нужно создавать и привлекать в город вот эти вот силы студенческие, которые могут помочь создать имидж города. В том числе и студенческие. Конечно, специалисты, безусловно. Потому что надо, чтобы город был интересен приезжающим. И не только живущим, но и приезжающим. Потому что очень многие люди, которые приезжают в наш город, они удивляются, почему вот у нас неблагоустроенная такая часть или еще что-то не сделано. Хотя, безусловно, все восхищаются исторической застройкой. Я думаю, что здесь можно и какие-то современные формы тоже использовать. То есть есть потенциал. Поэтому... Есть потенциал, есть опыт, есть профессиональная команда педагогическая, в чем мы сегодня увидели, познакомились. Очень высококвалифицированная. Очень высококвалифицированная. Спасибо огромное, что были сегодня с нами в нашей студии. Вы смотрели РЕНТО в Астрахани, программу «Эксперт». Оставайтесь на канале. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин